Время распаковки! Очаровательная Барби! Сменим лук. Наметим принт. Это языки пламени. Огненный клёш. Кармашки тоже в огне. Заменим шнуровку. Супер! Захватим скрепку. Согнём в колечко. Поясок подчеркнёт талию. Стразы-пуговки. Дополним прическу яркими прядями. Заплетём жгутик. Горячая Барби управляет стихией огня. Эмбер и Уэйт выбрались на пикник. Я разожгу костёр. Отличная погода для прогулки. К Барби прилетела божья коровка. Что это там? Огонь? О, нет, пожар. Барби прибежала тушить пламя. Я не заказывала душ. Прости, я думала, что кустик горит. Я всегда привлекаю внимание. Вот бы и мне костюм. В огненном стиле. Прикоснись к жару. Сработало. Ощущаю себя иначе. Восторг. Удачи тебе, красотка. Спасибо за новый образ. Бай-бай. Разберём букетики. То, что нам нужно. Достанем из упаковки. Срежем бутон. Прикрепим к новому стебельку. Разбавим краску. Какой окрас. В лампу. Ледяной букетик. Ультрафиолетовая смола. Запечём. Последний штрих. Снежный букетик смотрится потрясающе. Кен увлечённо читает. Это что? Какая красотка. Сердце ледяного Кена растаяло. Мисс. Ой, неловко. Я Кен. Я Барби. А ты случайно не в парк? Как раз туда. Можно букетик для прекрасной дамы? Барби, это тебе. Спасибочки. Ой, цветы сгорели. Купим ещё один. Как вам этот? Немного магии. Ледяной букет. Ты просто чудо. Кошачья мисочка. Наполним кормом. Умничка. Ты нам и нужна. Автомат со сладкой ватой. Захватим немного с собой. Тебе на шёрстку. Сухая пастель. Это лёгкий румянец. Возьмём огонёк. Подложим губку. Сваляем хвостик. Просто огонь. Кто не потушил костёр? Чудное создание. Барби готовится ко сну. А как же уделить внимание кошечке? Придётся развлекаться самостоятельно. Огненный пушистик устроил пожар. Барби, просыпайся. Горим! Сигнализация обрызгивает дом водичкой. Хорошо, что мы в безопасности. Авария. Возьмём кузов. Нанесём краску. Перенесём трафарет. Огонёк. Вот это да! Теперь салон. Посыплем глиттером. Красный бархат. Вырежем чехлы. Мягкое изголовье. Удобный руль. Соберём каркас. Позолотим диски. Голографическая плёнка. Тачка после прокачки. Лимитированный выпуск для нашей гонщицы. Лолибаксы? Нет. Флэр автосалона. Специальное предложение. Нужно взглянуть. Добрый день. Я по флэру. Поздравляю, мисс. Вы выиграли автомобиль. Вот это удача. Слишком большая. Как насчёт кабриолета? Круто. Но цвет такой скучный. Идеально. Вот это апгрейд. Погнали тестировать. Барби улыбнулась удача. Старые ботинки. Хорошенько отмоем. Вау, готовы к крафту. Перекрасим в синий. Топ-топ по льдинкам. Нарисуем шнуровку. Вырежем лезвие. Ханьки в сборе. Скорей бы прокатиться. Летний день у бассейна. Релакс. Учимся плавать, крошка. Я тоже хочу искупаться. Как водичка, мисс? Тёпленькая. Попробуем. Горячо. Нужно охладить. Пора выходить. Холодно. Ой-ой, что я наделал? Как теперь купаться? Есть идея получше. Коньки и налет. Ух ты, Кен, мастерски катается. Я тоже так хочу. Ой, скользко. Малышка, давай помогу. Как весело. Бутылочка подойдет. Срежем верх. Глиттер. Насыплем через воронку. Наберем глицерин. Заполним баночку. Приклеим этикетку. Дозатор. Прикрепим распылитель. Пригодится трубочка. Выберем цвет. Оранжевый. Слепим грушу. Прикрепим. Покроем позолотой. Роскошный парфюм-огнетушитель. Барби ждет гостей. Привет, подружка. Рада встрече. Так вот и вдруг он... Ой, Кен. О, мой гаош. Я забыла о встрече. Что же делать? Опаздываю. Без паники. Срочно нужен парфюм-огнетушитель. Лучше. Чудесный аромат. Теперь Барби сможет спокойно собраться. Распакуем киндер-джой. Нам нужен желток. Закрепим на ножки. Пройдемся спонжем. Распишем узорами. Потеки термоклея. Посыпка звездочки. Выберем цвет. Смешаем оттенки. Сформируем шарик мороженого. Тройная порция. Рай для сладкоежек. Кен ждет Барби в гости. Как бы ее удивить? Точно мороженое. Фрукты. Нальем молоко. Заморозим. Как на вкус. Хорошо, что в запасе есть готовое. Красивая подача. И дело в шляпе. Хай, Кен. Вау, что это? Сюрприз. Выглядит вкусно. В моих руках все тает. Не беда. Кен не растерялся. Среди льдинок нашлась малышка. Очистим от снега. Перекрасим наряд. Крошка, выбери глиттер. Принято. Нанесем липкий слой. Блесточки. Перекрасим ободок. Милая снежинка. Украсим наряд стразами. Супер. Рядом огненный братик. Совсем как родители. Барби заскучала. Я знаю, как тебя развлечь. Вуаля. Ледяная глыба. Я вырежу для тебя фигурку. Ух ты, появилась малышка. Ого, сам не ожидал. Вау, теперь мы родители. Я тоже попробую. Стихия огня. Вот и сынишка. Невероятно. Малыши начинают осваивать свои силы. Они дополняют друг друга. Теперь я вас вытру. Счастливая семья. Выберем ткани. Вырежем половинки. Пластиковая крышка. Пледики. Красивые подушки. Нарежем бахрому. Кристаллики льда. Холодная половина заледенела. Вторая половина пылает жаром. Парные ножки. Установим колыбель. Сладкие сны обеспечены. Детишки, пора спать. Укроем вас пледиком. О, моя голова. Тише, Барби, расслабься. Может, они уже успокоились? Нет. Может, проголодались? А, милый баранчик, поиграем. О, мне срочно нужен отдых. Как делишки, семья? Милая, в чем дело? Они никак не уснут. Магия в помощь. Крошки наконец-то уснули. Что это за тень пронеслась? Неужели феникс? Из красного фетра выкроем пушистый комбинезончик. Добавим белый животик. За спиной пара крылышек. Когатки из зубочисток острые и цепкие. Малышка похожа на крошечного дракончика. Смотри, это зайка. Ой, здесь что-то странное. Девочки отрыли в песке огромное розовое яйцо. Интересно, что внутри? Подружки увидели внутри девочку. Ой, где я? Вау, у нее крылышки. Кто же ты? Огненная Софи. Угощайтесь зефирками. Спасибо. Дракончика бронила перышко в полете. Это твое? О, спасибо. От огненного чихания зефирки поджарились. Так еще вкуснее. К башне Рапунцель прокралась матушка Готель и одолжила прять волос. Складываем шерсть в форму огонька. Добавим глазки и милую улыбку. Славный огонек. Наверняка он жуткий непоседа, но всегда согреет замерзшие ручки. Однажды в домике Ла-Ли-Лу произошло волшебство. Огонек ожил и убежал от свечки. Проказник всюду оставляет следы. И нечаянно портит вещи. Ой, за окошком так здорово. Лучше погулять на улице. Нужно спрятаться. Огонек нашел укрытие. Бедняга, тоже не хочешь промокнуть? Олаф, помоги мне разогреться заново. Хм, есть идея. Нужно покормить тебя дровами. Дождик больше не помеха. А ты почему не таешь? Мороженое не дает согреться. Девочка каталась на качелях. Пойдем с нами. Выкроем пышную юбочку. Добавим глиттерный поясок. В ушах блестят кристаллы. Топ-топ. Классный дизайн. Волосы украшает подвеска. Чокер, сетчатые чулочки. И всегда хорошее настроение. Привет, девочки. Чем занимаетесь? Вода холодная. Не можем плавать. Давай сыграем в мяч. О, он упал в воду. Я помогу достать. Горячая куколка нагрела водичку своим теплом. Эй, а вода стала теплее. Давайте купаться. Сворачиваем рожок из дизайнерской бумаги. Ммм, мороженое. Очень аппетитный десерт. Может, почитать сказки? Ммм, мороженое. Ауч. О, нет. Книга загорается от моих пальцев. Фу, жарковато. Освежиться бы. Милашки не повредит. Порция мороженого. Угощайся. Спасибо. Приятного аппетита. Софи полакомилась пломбиром и сладко уснула. Но утром ее ждал сюрприз. Белые пряди, голубые ушки, но как? Пока девочка плакала, волосы стали полностью белыми. Алло, я обязательно выясню, как с этим справиться. Из пушистой ткани выкроем костюм зайчика. Соединяем половинки в мягкий комбинезон. Получилась заготовка для капюшона. Заснеженные веточки оформили ушки. Неужели скоро карнавал? Совсем забыла. Мы же договорились встретиться в кафе с девочками. Нужно все это скрыть. Карнавальный костюм зайчика подойдет. Софи, иди к нам. У тебя такой милый наряд. Угощайся пончиком. Ой, ты испачкалась. Сними, постираем, пока не остались пятна. Я не буду снимать костюм. Эй, что с тобой? Девочки, есть кое-что, что вы обо мне не знали. Вау, тебе так идет? Мы же лучшие друзья. Примем тебя такой, какая ты есть. Спасибо, я так вас люблю. А теперь пойдем домой. Переоденешься во что-нибудь поудобнее. Окей. Наколдуем подходящую ткань. Пара строчек готова. К термоодеялу добавим нагревательный элемент. Включай и грейся. Софи замерзла. Как же холодно. Невыносимый мороз. Софи, привет. Ты почему не отвечаешь на звонки? Прости, пальцы замерзли. О, я знаю, как тебе помочь. Стейси принесла термоодеяло. Укроем тебя хорошенько. Я уже просидела так полдня. Не спеши с выводами. Стало очень тепло. Теперь мне не страшен холод. С тех пор, как огненная Софи превратилась в холодную, прошло несколько лет. Девушка успела сменить имидж. Талию подчеркивает пояс. Стоило Софи прикоснуться к огромной льдинке, как рука тоже покрылась изморозью. Заглянем в сундучок. Софи подобрала чудесные сережки. Встречайте Софи. Сара ждет подругу. Софи снова опаздывает. Почему так долго? А вот и я. Я вся в снегу. Снова ты за свое. Подружки отправились в кафе перекусить. Эх, он совсем теплый. Сейчас исправим. Теперь это фруктовый лед. Здорово ты придумала. Лови вора! Злодей поскользнулся и растянулся на газоне. Сумочка вернулась к хозяйке. Это же человеческий фен. Девайс уменьшился. Украшаем кристаллом и стразом. Покрываем лаком. Неужели этот фен обратного действия? Вот так изобретение. Софи отправилась в салон красоты, чтобы сделать идеальную укладку. Без проблем присаживайтесь. Парикмахер взялась сушить ей волосы феном. Но что-то пошло не так. О нет, из-за горячего фена я перегрелась. Окрашивание мы не планировали. У меня есть решение. Холодный фен. В этот раз результат превзошел ожидания. Спасибо, я довольна. Приходите еще. Разминаем воздушный пластилин. Следом лист салата. Накрываем второй булочкой с кунжутом. Бургер заледенел. Холодный фастфуд. Софи в кафе с подругой. О, какой аппетитный бургер. Бургер и какао-подруги, пожалуйста. Все готово. Приятного аппетита. Ммм, бургер слишком горячий. Придется применить силу экстренной заморозки. Ммм, другое дело. У тебя необычные предпочтения. Пластиковый судочек окрасился в голубой. Установим на ножки. Наполняем ванночку снегом и льдом. Прошли года. Пожилая Софи все так же обожает холод. Он помогает ей поддерживать красоту и молодость. Моя любимая ледяная ванна. Я уже иду. О, чудо! Морщины исчезли. Старушка вновь стала юной девушкой. Полученный дар пошел мне на пользу. Превращаем куколку в огненную диву. Обматываем голову пленкой. Наносим клей ПВА. Прикладываем сверху высохшую влажную салфетку. Она должна хорошо пропитаться. Намечаем линию среза и отрезаем полусферу. Пряди цветной шерсти разделяем на мелкие. Обклеиваем шапочку. Стрижка-огонек – самое стильное в этом сезоне. На губы наносим ПВА-клей и посыпаем глиттером. Брови и тени стираем средством для снятия лака. Есть идея макияжа получше. Наносим белый грунт. Сверху покрываем оранжевой краской и посыпаем глиттером. Вау, настоящие языки пламени! Добавим накладные ресницы. Мейкап готов. Из красной ткани Бифлекс сшиваем юбку. Теперь очередь кружевного топа. Выравниваем его по бюсту и закрепляем. Осталось щедро украсить юбку перьями. Хотти готова зажигать! Певица решила выбрать в бутике новое платье перед концертом. Посмотрим. Хм, красиво, но не то. Верю, что есть платье, созданное специально для меня. Осталось только одно, взгляните. Вау! Оно! Ура! Идеальное платье! А под него золотые босоножки. Беру по рукам. А эта красотка с голубыми волосами – восходящая звезда Айси Кристал. Создаем ей новый мейк с глиттерными тенями. А где накладные реснички? И они полностью преобразились. Зимний вариант мне нравится гораздо больше. Особенно с новыми сережками. Сошьем платье. Отмеряем длину. И волшебная палочка помогла создать идеальный наряд. Украшаем разрез цепочкой со стеклянными стразами и сверкающей звездой. Обувь тоже преобразим. Окрашиваем акриловым глиттером. Каблуки декорируем стразами. У каждой из певиц отдельная именная гримерка. Голубая дверь ведет к Айси, а красная – к Хотти. Премия будет моей. Хоть сгори от зависти. Не дождешься. Лучшая исполнительница – я. А свои фантазии отправь на заморозку. Вот и посмотрим, кто победит. Мастерим для Хотти стол в гримерную. Вырезаем из картона два прямоугольника. Обводим на глиттерном фоамиране. Вокруг шаблона рисуем языки пламени. Одна заготовка есть. Теперь сделаем еще пару огней другого цвета и поменьше. Получилось два глиттерных огня. Приклеиваем сзади картонные детали и закрашиваем красным цветом. Еще один прямоугольник послужит столешницей. Соединяем его с огнями-стойками. А уголки скроем под треугольниками. Стол получился очень яркий и крутой. Теперь вырезаем еще один огонь. А к нему заготовим зеркало из серебристого картона. Такой гримерный столик с зеркалом желают себе многие звезды. Именно здесь Хотти готовится к выходу на сцену. Но где же вся косметика? Вытряхиваем остатки старых теней. Нам нужна только палетка. Стираем логотип из крышки и окрашиваем ее акриловым глиттером. На боковые стороны наносим прозрачный лак и присыпаем золотом. Сила огня! Создай новое пламя! И палетка загорелась красным глиттером. Воздушным пластилином заполняем рефил и делаем четыре углубления. Обрезаем кисточку для клея и украшаем декоративным скотчем. Мастерим помаду и украшаем соответствующей наклейкой. Весь набор косметики в сборе. Вставляем зеркальце и можно относить в гримерную. Мисс Спаркл, сегодня я ваш визажист. Добавим акцентов на скулах. О нет, что за жуткий цвет? Это точно не для меня. Сейчас исправим. А так? Другое дело. Мой девиз – красный навсегда. Делаем трюмо в гримерку для Айси Кристалл. Контейнер в виде макарона – отличная находка. Подготовим к нему ножки из металлизированных трубочек. Внутри столешницы разместим диоды на батарейках. В прозрачную крышечку от крема крошим голубые шпажки. Накрываем прозрачным кругом и приклеиваем столешницу к основанию. А теперь то, что все хотели давно сделать. Порежем старые диски на крупные осколки. Сначала приклеиваем к диску круг картона. А затем украшаем льдинками дисков. Обморозительно красиво! Дополним комплект креслом. Соединяем термоклеем две стеклянные салатницы. Вырезаем круг шаблон из картона и обводим на искусственном мехе. Мягкая подушка для сидения готова! Елочные снежинки разломаем на льдинке. Обклеим ими кресло по кругу. А спинку украсим кончиками пластиковых шпажек, белых и синих. Кладем внутрь еще пару снежинок и вешаем стеклянные елочные бусы. Кресло получилось просто восхитительным! Отрезаем головку зубной щетки. Аккуратно стачиваем неровности наждачной бумагой. Ручку и основание покрасим в серебристый цвет. Сзади всегда можно будет заглянуть в зеркальце. Крепим сверху пластиковую звездочку, а по бокам голубые граненые бусины. Расчесываться такой щеткой – сплошное удовольствие! Возьмем бижутерную подвеску в форме полумесяца. Подгибаем ее края, а к нижней части приклеиваем граненые бусины. Покрываем диадему акриловым глиттером. Такие роскошные украшения могут носить только настоящие звезды. Например, такие, как Айси Кристалл. Ее ледяная гримерка обставлена безупречно. Выдержан холодный стиль с элементами блестяшек. Идеальное сочетание! От трюмо сложно отвести взгляд. Да и зачем, если можно полюбоваться собой, а заодно и расчесать волосы. Вау, что это за прелесть! Диадема для меня чудесна! Люблю волшебные подарки! Мастерим крутую гитару для легенды металла. На фоамиране обводим силуэт инструмента. Нужно укрепить гриф. Делаем его из деревянной палочки для кофе. Сверху грифа добавим две половинки металлических бусин. И самое главное, натягиваем струны из вощенных золотых нитей. Прикрепим звукосниматели и регуляторы. Электрогитара и золотой ремень наконец-то соединились в мечту любого музыканта. А из палочек для кофе получилась отличная подставка. Гитара просто огонь! Хоть и репетирует за кулисами свои лучшие треки. Это не инструмент, а зверь! Мои фанаты будут в шоке! С такой громкостью они услышат новые хиты раньше премьеры. Толстая проволока, пара бусин и микрофон-страсс. Три компонента плюс термоклей. Вот и секрет тишины в гримёрке. Упс, до первого припева. Ассистент, наушники. Сейчас наша группа тлеющие угли задаст жару. Айси Кристал тоже требует личный микрофон. Её песни должны затронуть сердца. Возьмём ножку от одноразового фужера. Заливаем внутрь термоклей и устанавливаем металлизированную трубочку для питья. Сверху крепим пластиковое шторное кольцо. Зажим от шнурка, разбираем и достаем пружину. Приклеиваем микрофон внутрь кольца. Наносим на микрофон полосы для звука. Бусины, стразы, звёздочки, бисер и снежинки – все зимние украшения собрались на микрофонной стойке. Осталось протянуть шнур. Крепим подставку от свечи для торта, немного акриловой краски и готово. Такой аппаратуры нет даже у самого Мика Шлягера. Попрошу вашего внимания, главный приз музыкальной сцены вот-вот найдёт своего обладателя. Итак, бронзовый граммофон получает Айси Кристалл. Спасибо всем, спасибо. Нечестно, это моя награда. Отдай! Вы мои хиты слышали? Конечно, Хоти, остынь. Твою награду вынесли следом. Поздравляем! Ура! Хоти Спаркл и Айси Кристалл стали лучшими певицами по версии LOLOMG Music TV. Кто из кукол вам понравился больше? Пишите в комментариях и жмите лайк под видео. А с каждой подпиской у Ларри Лу все больше любимых зрителей. Не забывайте щелкнуть на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok